Такие последствия, говорят специалисты, ужасают только тех, кто живет в стороне от большого зла. Наркоман же ради дозы способен на все. На преступления, предательства и даже страшные боли. Они все равно не так мучительны, как ломка. Мышцы тянут, суставы выкручивают, ломают, подкручивают, тянут, как иголки. Они очень много слов используют для описания. Такие непереносимые ощущения. У нас бывали случаи, когда, сбегая из реабилитационных центров, люди проходили через тайгу, через леса, чтобы только выйти из этого центра, быть свободным, чтобы был доступ к наркотику. Сегодня в Череповце уничтожили миллионы доз, более 18 килограммов наркотиков всех мастей, героин, амфетамин, марихуану, маковую соломку, морфин и большое число синтетических препаратов. Теперь они не попадут в руки людей, не будут разрушать душу и тело. Ни для кого не секрет, что основные потребители вот этого зелья страшного, это все-таки наши дети, это молодежь. И поэтому вот наши службы сработали очень здорово на уничтожение. Основной контингент наркодиспансера – молодые люди и девушки от 18 до 30 лет. Интересно, что уничтожение большой партии наркотиков ведет к увеличению обращений в лечебное учреждение. Дозу становится найти не так легко, и ломка заставляет даже самых скрытных наркоманов просить о помощи. По области в Череповце выявляемость потребителей наркотиков самая высокая. То есть на сегодняшний день это около 1800 человек. К сожалению, цифры не отражают реальные картины, но здесь это уже вопрос правового поля. Уничтоженные сегодня наркотические вещества в разное время были изъяты в основном на территории Череповца и Череповецкого района. Гражданин России, уроженец города Череповца, пытался также из Санкт-Петербурга наладить поставки на территорию нашего города гашиша. Значит, было изъято килограмм с лишним. Что он сделал? Он догадался примотать гашиш скотчем к телу и таким образом перевозить. Тоже был взят, как говорится, с поличными. Закон суров к тем, кто распространяет наркотики. За особо крупную партию можно получить даже больше, чем за убийство. От 8 до 20 лет лишения свободы. Людей, которых поймали на употреблении наркотиков, сильно не наказывают. Закон предполагает только административный штраф. Инициатива ввести уголовное наказание и для самих наркоманов только обсуждается. Медики предлагают еще один выход. Зависимый человек должен захотеть освободиться от наркотиков. Процент тех, кто смог, очень мал. Зато, как рассказала сегодня заведующая наркологическим отделением Анна Любягина, бывает очень приятно узнать в проходящей мимо семейной паре с малышом в коляске своего бывшего пациента, который поборол смертельную привычку и стал свободен.